Доброго времени суток. Приветствую вас на канале Академии Талтекс. Я парапсихолог, психолог Сергей Рычков. Друзья, я неоднократно снимал ролики про так называемых слиперов. Я очень много уделил своего рабочего времени центру гипноза Якова Брюса. На моем канале множество роликов, в которых я рассказываю, показываю, что так, а что не так. То есть, эти люди называют свою деятельность регрессивным гипнозом. Они называют это гипнозом. У них есть слипер, есть гипнотизер, и они проводят совместный сеанс. Ну, тема достаточно интересная. В каком плане? На самом деле здесь вот не нужно не иметь никаких незнаний, неспособностей, вообще ничего. Тут даже технику гипноза знать не нужно. Не надо обладать эзотерическими знаниями. Не нужно знать терминологию. Вообще ничего знать не нужно. Есть поверхностные несколько слов, как у Эллочки Людоедовой. Вот. Все это хроники Акаши, тонкие тела, тонкий план. Млечный путь, космос это плюс, космос минус, земля минус и так далее и так прочее. И вот на этом базисе знаний, возможностей и способностей люди проводят сеансы, обратите внимание, за очень большие деньги, даже если судить по нашему эзотерическому рынку. А поверьте мне, я на этом рынке более 27 лет. С 90-х годов я начал работать до так называемого дефолта. Цены совсем разные были. Но поверьте мне, таких цен на нашем рынке нет. Чтобы заплатить такую сумму, скажем, за сеанс, где ручной, скажем так, дрессированный слипер будет рассказывать свои фантазии, платить 70 тысяч рублей, якобы гипнотизер там проводит сеанс, а гипнотизер, чтобы вы понимали, это просто голос за кадром. И рассказывает небылицы, слипер лежит, рассказывает небылицы про, извиняюсь, про рептилоидов, арханоидов, про антенки купол, как там проводят какие-то опыты существа, как они там... Я даже... Грей, Грей, я даже не слышал такого. То есть, в принципе, этим людям впору писать фантастические рассказы. В принципе, это непредусудительно. Можно писать просто фантастические рассказы. Ну, и продавать свои книги. Ну, это же нормально. Это вполне-вполне себе востребовано. Но, друзья, здесь вопрос. Здесь вопрос в другом. Смотрите, они проводят сеансы, которые называют экзогипнозом. То есть, что такое экзогипноз? И называют, да, именно регрессивным гипнозом. Они это на полном серьёзе. Это не продажа книг. Они это смешивают с помощью, в том числе, с сеансами так называемого целительства. Магическими сеансами по очищению, по снятию негативных программ. То есть, это область эзотерики. Они охватывают гипноз и эзотерика. Я пытался с ними связаться. Как я говорю, куча роликов выпущена. Пытался до них достучаться. Никто из них на связь не вышел. Они единственное, что делали, это писали жалобы администрации Ютьюба. Потому что я вставлял вставочки в ролики. Вот сейчас, кстати, я тоже буду вставлять. Но в данном ролике я буду рассматривать деятельность другой школы. Это школа слиперства и гипноза Никиты Бурлакова. Вот дошла очередь до него. Я посвящал ему уже пару роликов этой теме. Он тоже молчит. Вот в первом случае Якова Брюса, да, центр. Ну, вот они полностью проигнорировали. Если бы эти люди были реальные, если бы они действительно боролись за авторитет своей школы, они бы вышли с опровержением, согласитесь. Они бы вступили бы в дискуссию, да подали бы в суд, в конце концов. Но нет, конечно же. Тишина. Полная тишина. Естественно, они в суд не пойдут. Потому что есть на это объективные причины. Далее. Теперь перейдем к школе слиперства и гипноза Никиты Бурлакова. Он себя позиционирует чуть ли не академиком. А я для себя его так и называю. Академик Никита Бурлаков. Стал я искать его контакты, чтобы выйти лично на него. И поговорить. Поговорить с Никитой Бурлаковым. Он же там в одном из роликов пишет, что они там получили документы от Департамента образования города Москвы. И им помогали. Ну, давайте к этому вернемся чуть попозже. Давайте все-таки проговорим, что я пытался связаться с Никитой Бурлаковым. Кстати, дозвониться до них невозможно. Номер телефона не работает. Вот который у них на YouTube-канале. По нему звонок не проходит. В WhatsApp дозвониться невозможно. Можно только написать сообщение. И вот на одно из сообщений они мне ответили. Я говорю, я хотел бы лично поговорить с академиком Никитой Бурлаковым. А по какому вопросу написал мне менеджер? Я говорю, ну, по вопросу сотрудничества, коллабораций на YouTube, каких-то вопросов. Хорошо. Мы ваш вопрос отправили на рассмотрение. Я говорю, да, спасибо. Мне хотелось бы поговорить лично с Никитой Бурлаковым. Тишина. День, два. Я пишу опять. Скажите, пожалуйста, как долго рассматривается обращение? В ответ вообще ничего не ответили. То есть поняли, что в принципе там же был тоже такой стёб, глум, где я сказал, академик Никита Бурлаков. То есть такой троллинг, тонкий троллинг. Тишина, друзья. Не дозвониться, не дописаться. Всё, полный игнор. О чём это всё говорит? Далее переходим. Вот Никита Бурлаков, я не помню, что он там говорит. 54 страны или 57. Ну, неважно. Более 50 стран мира. У них уже слиперов. Да, более 50 стран. Вот здесь он, по-моему, это чуть-чуть не догоняет. Только до троллинговой школы экзопсихоза. Тимона Аркана. У Тимона Аркана там уже ученики не только со всего мира. А у Тимона Аркана там из Кассиопеи уже ученики занимаются. Ну, ладно, не важно. В общем, там инопланетяне уже посещают эту виртуальную школу. Вот представьте себе, да? Серьёзная организация, казалось бы, не дописаться, не дозвониться. А если вопросы у людей возникнут? Ну, вот как они будут туда писать? В общем, это всё наталкивает на размышления. И вот буквально у них на днях вышел ролик по поводу... Давайте рассмотрим с вами, что же здесь они в этом видео говорят. Я буду вырезочки оставлять и буду, соответственно, комментировать. Потому что это очень интересный вопрос. И я задам, да, опять-таки, Никите Бурлакову в прямом эфире конкретный-конкретный вопрос по поводу вот этого роличка. Здесь, смотрите, лаборатория школы гипноза и слиперства Никиты Бурлаковой. Итак, погнали. Вот, что же здесь у нас имеется? Сегодня мы проведём сеанс погружения и узнаем ответы на интересные вопросы о появлении из жизни драконов. Друзья, о появлении жизни драконов сеанс проводит один из главных кураторов школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова и выпускники школы. То есть, вот эти выпускники школы, которых они выпускают из более чем 50 стран мира, вот, сейчас демонстрируют, они уже выпускники, да. Скорее всего, это экзамен такой, я так понимаю, да, куратор задаёт им вопросы. И вопрос касается вот как раз о появлении жизни драконов. Друзья, и здесь бы, как говорится, всё хорошо, я выписал себе на бумажку. Почему? Ну, я вот буду вставочки вставлять на бумажку, ну, потому что этот бред, вот, ну, не запомнишь на самом деле. Смотрите. Так, первый вопрос. Когда появились первые драконы? И вот там кучка слиперов, которые, выпускники, лежат с этими очечечками, ну, сейчас сами увидите, да. И начинают отвечать на вопрос. Вариант А. Палеолит. Вариант Б. 50 миллионов лет назад. Вариант В. 3 тысячи миллионов лет назад. Г. 7 тысяч лет назад. Д. Это мужчина отвечает, Сергей, по-моему, да. 16 тысяч лет назад. Но у него два варианта ответа. 16 тысяч лет назад и 32 миллиона лет назад. Миллионов, да. 16 тысяч лет назад и 32 миллиона лет назад. Это он поправляется так. И это не всё. Вариант Е. Когда планета была сформирована и начала функционировать. Понимаете, да? Ж. Когда сформировалась планета тоже. То есть, одинаковые. Вот два одинаковых. Когда сформировалась планета. И З. Вариант ответа. Когда сформировалась планета. И плазмоидные, вслушайтесь, плазмоидные миры стали формировать природу. Появились драконы. Когда плазмоидные миры стали формировать планету, появились драконы. И вообще тут такая теория тоже прозвучала. Что они там находились в тонком плане. И вот когда планета стала формироваться. Они вместе с планетой начали материализовываться здесь. то есть с самого начала изначально ну вот собственно слушайте сами слушайте сами смотрите и и восхищайтесь работой слиперов когда появился первый дракон приходит слово палеолит так людмила еще раз у меня 3000 миллионов лет назад елена мне как бы 7000 лет назад сергей 16000 екатерины там как бы две цифры какие миллион так 30 так 32 миллиона первых цифр и 16000 назад тоже были екатерина дракона появились когда планета была сформирована и начала свою жизнь вот тогда появились таркона на нашей планете ирина у меня тоже такая информация что сформировалась планета и и первый тире второй век вот этой планеты оксана но у меня похожая информация вот сразу нам не шла что с началом появления планеты принципе когда плазмоидные меры начали строить природу появились сразу дракон ну вот друзья вы сами услышали и вот взрослый человек обратите внимание сидит и на полном серьезе задает эти вопросы и взрослые люди лежат с этими очками и рассказывают то что им видится в их воображение поверьте мне это воображение и гипнозу это вообще абсолютно никакого отношения не имеет почему я это утверждаю да потому что я вот действительно сотни сотни сеансов провел гипноза гипнотизер практик у меня я говорю я с этого начинал этом это моя основная работа я не просто там басни людям рассказывал да сказки какие-то рассказывал я работала с реальными клиентами тогда еще не было онлайн возможности мы вели личные приемы и на личном приеме человек находясь в трансе действительно в настоящем трансе они дрессированный какой-то до слипер играющий со своим воображением рассказывает то что ему там предвиделось потому что ну на самом деле не проверить не опровергнуть это невозможно и причем без какого-то практического применения здесь в нашем реальном мире вот они рассказывают про драконов дальше второй вопрос последовал от куратора вот мы ее видим да какие виды драконов существовали на земле вот вариант а один из слиперов отвечает аниме аниме китайская мифология аниме но тела не плотные энергетические они какие-то ну то есть не плотные тела энергетические эфемерные драконы у нее но как в китайском аниме и ответ б виды описать не может но примерно одинаковые все все большие мощные и вот собственно различий никаких в вариант б куратор задает вопрос людмили слиперу людмили и людмила отвечает что ей почему-то почему-то пришли драконы с крыльями и спрашивает у куратора куратору задает вопрос слипер людмила а драконы вообще с крыльями и куратор с непререкаемым авторитетом отвечает ну раз пришли вам раз вам такие такие пришли значит с крыльями вы понимаете вот вот что раз тебе предвиделось не надо здесь никакой значит никакой проверки я так понимаю что это и есть экзамен вот этот который они сейчас проводят да какие виды драконов существовали когда они появились на земле и вот это с полной серьезности все разбирается слиперы отвечают на вопрос куратор это наверное экзамен у них экзамен на выпуск от департамента образования москвы от школы слиперства и гипноза никиты бурлакова в мир и вот эти люди пойдут оказывать помощь другим людям потому что он же позиционирует себя что вот эти слиперы вот эта психика у них раскачивается сейчас им раскачивают психику и они воображаемые учатся принимать за действительный куратор говорит да да раз такое предвиделось раз такое пришло ну значит она есть на самом деле и вот на этом не все людмила также говорит странно говорит я вижу у них и крылья и лап удивительно то есть почему ты лапы тоже есть вот вот удивить удивительно так как и крылья и лапы у драконов оказывается ну друзья ну вот сами смотрите что что здесь еще можно сказать и далее куратор спрашивает если что-то добавить и слипер ольга отвечает что у нее они не такие мощные но полосатые и ощущение что у дракона сильно развит разум и когда вот вслушайтесь в это вот вот в этот бред вы слушаетесь вот в эту речь и когда в планету соединяется вот этот дракон который полосатым предвиделся когда в планету соединяется он ее сильно чувствует ее это планету а какие виды драконов существовали на земле в то время вот первые драконы они у меня такие знаете никак динозавры а вот именно как в китайской мифологии рисует их вот похоже в аниме да но при этом они не плотные а как бы но у них плотность низкая по стране не плотные тела то есть энергетические они такие но как в тонком мире да когда строится планета и вот они были в уже в тонком мире при создании природы и они действительно вот похоже на этих драконов которые за аниме ну папа по виду как змея ну как змея какая-то длина это самое морда дракона но и такой вот миг елизавета и что сказать но я вижу но я не могу описать какие виды потому что я вижу хотя бы несколько не различаются друг друг от друга отличаются они примерно одинаковые они примерно одинаковые но это очень что-то большое это такая сила мощь и от них такая исходит они все большие но они очень большие правильно практически практически нет они как на одной волне что как бы все единое как будут эти формы они не означают разницу понятно людмила есть новое сказать почему-то пришли драконы с крыльями очень такие мощные животные очень сильные очень такие громоздкие большие животные интересно хорошо ольга и что сказать нового но у меня не чувствуется такой сильной мощи от этого дракона я вижу что он в какой-то полосатый но ощущение что у него сильно разум развит вот он как тот прямо в когда планету соединяется он чувствует ее очень и вот даже какой действительно какие-то тонкие тела не скажу что прямо там громадина огромная сильно развит разум да друзья вот так я дальше я дальше не могу им не буду вам уже показывать вот и это вот школа слиперства и гипноза никиты бурлакова это вот выпускники школы которые пойдут в мир там кстати у них еще один роличек новый вышел уже уже они слиперы у них уже болезни рассматривают то есть это люди непосредственно будут соприкасаться с медицинской терминологии разбираться там откуда какие болячки берутся будут помогать людям вот здесь я вам как и за изотерик с многолетней практике мы в первую очередь чему чему мы обучаемся чему я обучаю своих учеников вот в противовес вот этому куратору что ну раз так пришло значит она так и есть еще раз пожалуйста вот послушайте этот отрывок если пришли значит есть были я как раз таки наоборот говорю никогда не не принимайте за реальность то что вы увидели это приходит во время практических наработок когда в тонком плане смотришь там нет времени там нет пространства появляются картинки если мы будем у нас не будет работать до фильтр если мы не будем проверять и перепроверять то есть здесь всего два пути либо съедет крыша это первый вариант и второй вариант ну когда человек оторвется полностью перестанет принимать понимать реальность оторвется вырвется как говорится туда его унесет в сторону открытого моря и он начнет принимать увиденное за реальность ну вот это бредовое состояние уже это психоз и второй вариант что обязательно должна по нескольким каналам прийти перепроверка поэтому мы работаем с рунами мы работаем с картами таро мы всегда задействуем несколько каналов и самое главное то что когда мы работаем мы тут же подтверждение подтверждение получаем физическом мире от клиента от самого клиента потому что видящий не задвигает клиенту проб тиродактилей арханоидов каких-то инопланетных существ клиенту это не нужно клиенту нужно чтобы ему сказали правду что происходит здесь и сейчас вот сейчас я в противовес вот то что рассказывали шлиперы да приведу пример вот буквально чтобы далеко не заходить до не вспоминать там что-то вот на днях у меня был запрос была клиентка и спрашивала задавала вопрос по поводу пропавшего племянника племянник пропал нет неизвестий вообще ничего никто ничего не знает да это сложный вопрос вы понимаете очень сложный вопрос и с этической точки зрения то есть говорить человеку о таких серьезных делах вопрос касается жизни и смерти и соответственно пришлось конечно же поэтому запросу отвечать ответ таков человека нет здесь уже живых кстати здесь есть небольшая оговорочка за мою много-много летнюю практику да я сталкивался с подобными случаями когда человека мы не видим среди живых но это бывает а на самом деле он вот физически жив это бывает только в том случае если получить то есть он не присутствует ментально то есть что-то у него с головой случилось серьезное у меня вот пара случаев было в практике такого плана да когда человека ну нету видим мы что нет в живых я вижу что нет на самом деле он жив находится но поверьте мне вот два случая у меня было и во всех случаях он вот тронулся головой то есть его как личности здесь уже не присутствует вот в этих случаях идет ошибка и смотрите друзья человека действительно нет я его не вижу здесь плане вот эту оговорочку естественно человеку сказал клиентки и мне еще по данному поводу пришла информация вот я вам сейчас расскажу как работает ясновидящий видящий по данному поводу мне пришла информация я увидел то ли шкатулка черная только то ли коробочка черная в которой находится послание и вот эту коробочку черную да там там внутри коробочки находятся личные вещи этого человека который пропал и он просит эту коробочку с этой коробочки письмо передать девушки его которые он очень любит вот эту информацию вот обратите внимание тут же пришло у меня подтверждение как это произошло когда я клиентки написал вот этот про коробочку и про послание что очень просят передать это это письмо из коробочки любимой девушки то женщина мне ответила что у нее действительно находится телефон телефон который ей отдал нее и племянник перед вот этими всеми событиями которые произошли в дальнейшем и просил ее обязательно если вдруг с ним что-то случится передать этот телефон его родной дочери он очень просил в том числе я видел эту информацию передать это послание потому что там находится письмо адресованной дочери вот работа настоящего ясновидящего вот эта работа настоящего профессионала какие здесь птеродактиль и какие здесь рептилоиды какие здесь динозавры и драконы вот работа натуральная работа да очень сложная работа очень серьезная но здесь мы сразу получаем подтверждение делайте выводы понимаете то есть всегда есть подтверждение здесь как вы подтвердим вот смотрите сколько вариантов здесь когда возникли драконы вот смотрите сколько вариантов что там за у нас до зимы дошли буковки сколько вариантов когда появились драконы раз и каких видов бывают драконы дальше пошел бред вообще несусвестный были ли люди когда появились драконы у кого-то были у кого-то не были у кого-то значит драконы эфемерные у кого-то там на драконах летали у кого-то драконы в виде как в сказках у кого то как вот в мультиках аниме у кого-то еще какие то и вот скажите вот это раздробленная разбросанная информация какой имеет реально к нашей реальной действительности вообще вот это называется у них раскачка психики да дальше и вот то есть то что им предвиделось кураторы их учит принимать это за реальную действительность и ведь они пойдут рассказывать людям сказки за деньги какой там к нему присосался рептилоид какой там у него арханоид имеется в наличии пожалуйста извиняюсь вот это естественно все я называю чистой воды шарлатанством профанациям и разводов я говорю еще раз хорошо бы если эти люди просто ну вот писали по своим сеансам то есть развлекательная тема сразу бы предупреждали это развлечение это может быть может не быть но вот здесь вот вот это взрослая тетя на полном серьезе и взрослые женщины мужчины слиперы вот учатся раскачивать свою психику и принимать воображаемые за реальное действительно потом еще начинают вот это вот свое воображаемое двигать в массы здесь вот тоже я жду ответа от никиты бурлакова он о себе рассказывает как о гипнотизере рассказывает что вот он он там какой-то академик практически что он вот увидел в интернете так называемого слипера ему понравилось и начал вот это изучать причем изучать как по рассказам слиперов а рассказы слиперов на чем базируются вот мы сейчас с вами видели то есть смотрите никита бурлаков изучает изучает получает информацию от слиперов то есть он там провел со многими с многими слиперами сеансы и вот вы понимаете то что предвиделось значит то и правда и этому они обучают других слиперов и вот на этом они строят свою умозаключения так что друзья вы выбирайте вариант про драконов любой какой вам понравится вот и что касается здоровья вам тоже расскажут и много-много чего расскажут но естественно уже в платном варианте дрессированный слипер который вот на дрессировали который уже научился принимать воображаемые за действительно за денежку вам расскажет всю правду в кавычках и вопрос к никите да к никите то бурлакову вопрос никита ответьте пожалуйста мне вот я бы хотел с вами коллаборацию провести и подискутировать на тему практического гипноза на тему эзотерики в основном меня интересует эзотерика я как практик готов поотвечать на ваши же вопросы и готов готов я причем смотрите я не обязательно мы можем с вами предварительно обсудить я никогда не перехожу на личность если уж вы так боитесь что я каким-то образом там засвечу вашу тему мы можем поговорить на гипноз на тему эзотерики милости просим я всегда открыт для диалога к вам не достучаться не дозвониться телефон не работает лишь там более 50 стран мира что за организация такая еще которая получила от департамента образования документы что же вы прячетесь у вас серьезная организация далее друзья смотрите еще один вопрос у меня я то вот по первым а под одним из первых видео я еще удивился думаю а юристы что за юрист зачем сюда заплывают я прочитал комментарий от юриста юлии юрист юлия написала мне а там я слипера татьяну критиковал слипер татьяна рассказывала там такие же басни крылова как про драконов что если у вас эмоции отрицательные появляются то идите к ним скорее всего какой-то интерферент к вам присосался что не надо над собой работать на самом деле работать на своим внутренним эмоциональным состоянием учиться не негативить учиться пребывать в хорошем расположении духа повышать свой общий энергетический статус она очень просто это преподносит что мы существа которые можем только созидать все созидаем созидаем а если вот какие-то отрицательные эмоции появились то это значит интерферент а если появился интерферент то значит куда надо ну к ним конечно к слиперы почистят очистят от этих интерферентов и вот на этот где я крик и критиковал это видео пришла вот этот юлия юрист и сказал и написала в комментарии а что вы собственно здесь о чем вы вообще говорить я не заметила здесь никаких противоречий то есть вы о пустом говорили здесь критиковали на пустом месте никаких доводов не привели я не привел никаких доводов вот ну да скудная речь слипера татьяна видно что человек необразованный что словарный запас очень маленький и только вот это а я и написал в комментарии а то есть у девушки просто скудный словарный запас а то что она все вот это плела дальше это все имеет отношение к реальной действительности юрист мне такой комментарий оставляет я думаю странно очень странно юристы вообще как правило не лезут в эту сферу им это не интересно а здесь вы понимаете вот она оставила так оказалось что оказывается вот сегодня буквально я увидел никита бурлаков благодарит юристов команду юристов в том числе это вот юлия юрист которые ему помогали что получать документы в департаменте образования москвы приветствую друзья меня зовут никита бурлаков я основатель онлайн-школы гипноза и слиперства с выпускниками более чем в 57 странах мира и с радостью оставляю отзыв юлии 2 до юриста и команды и ларисе пермяковой всем кто нам помог получить образовательную лицензию министерство образования города москвы и я хочу сказать что и вы понимаете вот это идет обучение обучение и вот юристы помогали сколько это интересно стоит и вот здесь у меня вопрос и к юристам тогда возникает а совесть продается совесть продается она покупается сколько сколько это стоило сколько стоило я я не знаю вообще в общем у меня конечно слов нет нет это общая общая вот такая профанация это общая деградация это общее падение это вообще полный это вот мы действительно живем в мире апокалипсиса вот они все садники явились полная безграмотность и да вот у слипера татьяны просто скудная речь оказывается все что остальное она несла вот как я говорю слиперы про драконов это все нормально это все хорошо это все правильно в общем друзья смотрите я еще раз повторюсь и обращался к слипером школы якого брюса обращался непосредственно к себе ксима к самому тимуру шаназаровичу это именует он себя тему тимуром андаром вот обращался к ним на самом деле там только кроме жалоб в youtube и какого-то вразумительного ответа но не последовали не последовало не может его последовать по определению сейчас я обращаюсь к никите бурлакову никита бурлаков если вы академик никита бурлаков чуть ли не академик если у вас есть что сказать ну скажите скажите в оправдание своей школы я бы хотел с вами подискутировать на тему регрессивного гипноза и в том числе эзотерики если быстро строить свое умозаключение как раз только на то что слиперы вам рассказывают то мне это очень интересно как же вы относитесь к источникам информации старинным трактатом индуизм учения да вы что вы читали вообще какую-то литературу вы знаете что вот это то что несете вы там с вашими слиперами вообще не имеет никакого отношения даже к эзотерики ответьте мне если есть вам что сказать вот на этом друзья вы еще раз видеть что я открыт для диалога вот на этом я заканчиваю вот этот вот ролик смотрите сами делайте выводы подписывайтесь на канал ставьте лайки лайки это для того чтобы ну канал двигалась чтобы другие люди могли увидеть вот эту вот получить вот эту информацию ну и берегите себя и держитесь подальше от любого вида шарлатанов потому шарлатанов на самом деле хватает в любой сфере не только в эзотерической в эзотерической просто здесь ну такая специфика их здесь может быть чуть чуть побольше где-либо где-либо еще но я говорю еще раз шарлатан есть везде всего доброго